В эфире рубрика «Время спорта» и я ее ведущий Сергей Соснин. Прямо сейчас обзор самых значимых спортивных событий из жизни университета, города, страны и мира. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» отправился в итальянский Брессононе, где пройдет второй этап учебно-тренировочных сборов. На протяжении 10 дней команда будет заниматься в двухразовом режиме и вернется в Челябинск 1 августа. За этот промежуток времени черно-белые проведут две встречи. 27 июля челябинцы в Брессононе сыграют против сборной Италии, а 29 в гармеш Питеркирхене с Мягнитогорским и Талургом. По возвращении домой «Трактор» сыграет на Кубке Губернатора. В столицу Южного Урала приедут Томский Авангард, Магнитогорский Металург и Екатеринбургский Автомобилист. Турнир пройдет с 6 по 10 августа. Футбольный клуб «Челябинск» в первом матче чемпионата России зоны «Урал-Поволжье» обыграл Тольяттинскую «Ладу». Матч завершился со счетом 1-0 в пользу челябинцев. Наша команда вышла вперед только на 87-й минуте в результате автогола. Но, по словам тренера команды Игоря Лазарева, игроки выполнили установку на игру и заслужили результат. Несколько дней назад наша команда выиграла Ашинский Металург и вышла в следующий этап Кубка России по футболу. Тренер сборной России по футболу Фабио Капелло уволен со своего поста. Контракт Дона Фабио, подписанный до 2018 года, был разорван за неудачные результаты сборной на текущем отборе к чемпионату Европы во Франции. Бывший главный тренер сборной России получит 8 миллионов евро компенсации за досрочный разрыв контракта с Российским Футбольным Союзом. Кто будет следующим главным тренером сборной России, остается загадкой. Скорее всего, это будет отечественный специалист. Сборная России по футболу до 19 лет проиграла финальный матч сборной Испании и заняла второе место на чемпионате Европы. Наша сборная не смогла ничего противопоставить более индивидуально сильной команде Испании. Если на групповом этапе наши футболисты за счет атлетизма выиграли 3-1, то уже в финале подопечные Дмитрия Хамухи в силу накопленной усталости не сумели показать лучшей игры. Испанцы уверенно провели матч и выиграли со счетом 2-0. Голами отличились Борха Майораль и Матя Слеева.